Добрый вечер. Хочется спросить, что это вы все здесь делаете? Должны по горло в воде сидеть, где-нибудь под Москвой, в дальнем или ближнем? Вас так любят. Не фугайте. Так, а-да, от жары уже плавится, все. Ну, сейчас. Да, ладно. Да, нормально. Сегодня у нас, как всегда, мы сидели с Николай Чукой, ну, концерты юбилейные, а какой юбилейный, не знаю. Но, в общем, стали думать, мне сегодня пенсию начисли. Рады же, это тоже. Пусть только там замминистра извиняются, что-то пенсии морозят, 14-15 год, кажется, и вдруг раз что-нибудь приходят. Ну, сейчас я получаю шамашедшую, 13 тысяч, там, человек 300 получает. Да, заслужил. Жена получает больше, конечно, а то она и жена, только правильно. Так что, российские пенсии, наши сегодняшние срасти. Я думаю, есть приличные люди в зале, да, которые понимают, о чем мы говорим. Евгений Николаевич Бойков, которому до пенсии еще петь и петь. Ну, и, я не знаю, какие-то будут просьбы, пожелания, не стесняйтесь, говорите, пишите, присылайте. Ну, сегодня самые разные песни, послушайте. Я с удовольствием послушаю. С Евгением Николаевичем мы, честно говоря, давно не виделись, но еще не возбежались, что-то поректировали. Но первая песня, которую мы сегодня выбрали, это песня поется обычно зимой или в самую жару, когда за 30 дошкаливает. Вот мы начинаем колдовать сразу, чтобы прохладненько стало. Не исключено, что когда выйдем отсюда, уже снежок пойдет. Это не говорит о продолжительности концерта. Это говорит о силе, значит, слова и колдовства. Ну, вот сейчас, сейчас, сейчас похолодает. Сейчас, как на Первом канале, такую подводочку сделал, а песня так и называется. Снег. Подводочку, под пивочку, под коньячок. Поехали. Не зашел с небес на город снегопад, Разукрасил в белый цвет весь белый свет. И синоптики растерянно твердят, Что такого не бывало много лет. Преутихли даже золые языки, Что снежинки — это мёзлая вода. Даже дворники ломать своих штыки, Отогнули нынче раз и навсегда. Белая снежная мышь, Что же ты ночью не спишь? И за окошком шуршишь, Хвостиком следы заметая. Утром с последней звездой Выйду я в город седорый. Прыгнешь ко мне на ладонь, На ладонь растаешь. Прыгнешь ко мне на ладонь, Расстаешь. Говорят, у белизны короткий век, Что опять всё почернеет. Говорят, но пока идёт на город белый сын, И синоптики растерянные спят. Белая снежная мышь, Что же ты ночью не спишь? И за окошком шуршишь, Хвостиком следы заметаешь. Утром с последней звездой Выйду я в город седорый. Но прыгнешь ко мне на ладонь, Расстаешь. Прыгнешь ко мне на ладонь, Расстаешь. Расстаешь. Прыгнешь ко мне на ладонь, Расстаешь. И с великим немецким поэтом Гена Хюнгейна. Правда, классик не знает об этом счастье, И слава Богу, но тем не менее. ПЕСНЯ 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 Батюшка, народ, народ, на матушке земле. И пошли промех столов, пошли, выкидывая коленца свои и чужие. Евгений Николаевич голос подал. У тебя микрофон хуже, что ли, в этот раз? Раз-два. Нет, я просто стесняюсь. Не надо, не надо. Знаете, Евгений Николаевич же, он так не поет, так просто не поет. А когда поет, то его пишут всегда. Пел такой-то, вот его пишут, Евгений Быков, голос. Нет, вот там Ленин Сергеев, вокал, там Павел Фахадинов, вокал. А мне, Евгений Быков, голос. Трепетно относится к этому. Так, один, товарищ министр, мне говорят, что голос у нас, что у нас, наводка идет какая-то. Напивка. Нет, я его стоял. Так, сейчас песня, которая исполняется за этим страшным инструментом. Правда, похоже на что-то зубное? Это врачебное. Да, вот вспомнилось. Сегодня этот стих, который сейчас вы услышите, посвящается стоматологам Голоруссии. Эх, судьба моя, судьба, вечности осколок. Погадай мне на зубах добрый стоматолог. Бурмашина зажужжит, рот несчастный сплюнет. Ты мне правду расскажи, любит или не любит. От рождения тридцать два, а по жизни восемь. Увела меня зима через лето в осень. Из картона грубого вырежу я елку, деснами без зубов и фелкну в тихомолку. И опять начну с нуля, весел и беспечен. Очень добрым стану я. Ведь кусаться нечем. На самом деле это очень трагичное стихотворение. Очень драматико-эпическое стихотворение. Примерно такой же, как песня. Песня это рассуждение человека, который вышел от стоматолога, а домой еще не попал. Так он между жизнью, между небом и землей существует. С чувством, Игорь Николаевич, с чувством. А еще на улице темно Ни души, ни звука, ни огня. А еще горит мое окно В комнате, в которой нет меня. А еще знаю один врачи, Никого со мною рядом нет. А еще я вырвел ключи, Не найду в потемах, а дайте свет. А свет святой, святавик, а хоть куда? Слышь, звенят клечи в карамане, Да они те. А где скользнули из карамана, Вот беда. Не найти их, не собрать их в темноте. А еще, пусть скоро расцветет, Дураку будильник прокричит. А еще повылезет народ, И затопчет все мои ключи. А свет святой, святавик, а хоть куда? Слышь, звенят клечи в карамане, Да они те. А те скользнули из карамана, Вот беда. Не найти их, не собрать их в темноте. А пока на улице темно, А пока все равно жена. А пока горит полотно, А еще я выкранил ключи. Слышь, звенят клечи в карамане, Да они те. А те скользнули из карамана, Вот беда. Не найти их, не собрать их в темноте. Не найти их, не собрать их в темноте. Не найти их, не собрать их в темноте. ул сказали что концерте сяду поеду встану поползу ну давай эту песню сходу равновесие не держит наш вагон словно мягница шатается в ночи только слышен опустевший тары звон да в кармане тихо звякают ключи чуть поменьше то от ящичка с письмом чуть побольше от французского замка позади остался незакрытый дом впереди незавершенная строка сяду поеду разберу среду обеду назад вернусь угасается окошечный пейзаж с ним сливается купейный синий свет это что же это такое что за плач что на строчке уместилось столько лет ведь когда мы остались трудно и не вдруг и слова летели струнами звеня а вдруг на этой строчке замкнется круг этой жизни предпоследний для меня сяду поеду разбей гру среду обеду может вернусь может вернусь обивает время ложечкой стакан и колесики квадратные стучат избивает русло поезд старика поворачивает пьяница назад сразу зубов разлину и блесток снова дрим сигарет до потолка где-то где-то впереди закрытые дома а где-то сзади позабытая строка Сядь, поеду, разберусь, Средь, рукобед, я не вернусь. Снова поле разлинованным листом, Снова дым от сигарет, До потолка, где-то, где-то, впереди, Закрытый дом, а где-то, Садь и позабытая строка. Сядь, поеду, разберусь, Средь, рукобед, я не вернусь. А сейчас такой цикл, не цикл, но складывается такой определенный цикл, когда какие-то разные довольно песни, но вдруг объединяются чем-то на чем-то или для чего-то. Как-то стали описаться песни персонифицированные, посвященные чисто конкретным людям. И такой цикл для себя, я так его называю, «Песни о замечательных людях». Позлы такие складываются потихонечку. Какие-то есть стальные превратения, есть новые потери. И начнем с песни, такой затравочной песни. Песня довольно нейтральная. Посвящается великой женщине, Пэрис Хилтон. Потому что мимо этой великой женщины я пройти не мог. Основатель розового, цветового сумасшествия всей планеты от 11 до 14 лет. Что еще сказать? Ну, великая женщина? Ну, я не знаю. Кто вместо нее мог? Написалось такое открытое письмо Пэрис Хилтон. Значит, некоторая географическая справка. За МКАДом, Московской кольцевой автодорогой, есть поселок Северный, где живут симпатичные, милые, добрые люди. Не серно-то. Я как-то проезжал мимо него, меня одни не покусали, из чего я заключил, что люди хорошие там. Ну, здравствуй, дорогая Пэрис Хилтон. Пишу тебе из города Москва. У нас тут есть отель со званием Хилтон. У нас была гостиница Москва. Я так-то не знаю. У меня нет. Меня зовут Степан Тамара. Учусь я третий год в девятом быту. Конечно, Пэрис, мы с тобой не пара. Поскольку в руку я люблю любовь. Ах, пырис, 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 Ты супер, ты рулён, Ты жгучая, как перец, Холодная, как лёд, Ты спустая, как херес, Без закуси с борта. Ах, пырис, 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 Девчоночья мечта, Мне нравится, что где-то по приколу Летишь над миром ты во всей красе. Мы тут плеснули спирта в пепси-колу, Ты не поверишь, улетели все. Я пергидрулем выкрасила волос, Я в профиль просто ты не встать, не сесть, бомб. А волос, ну, что сказать тебе, фраголос? Вообще-то у меня-то голос есть. Слушай. Лежий оглов и мололя шарапа, ва-ва-ва. Ах, пырис, 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 Ты супер, ты рулён, Ты жгучая, как перец, Холодная, как лёд, Ты вкусная, как херес, Без закуси с борта. Ах, пырис, пырис, пырис. Гламурная мечта. А я Ксению Собчак в упор не вижу, Ни по кускам, ни даже целиком. А на тебя, конечно, жба жижит, Хоть нос и зубы тоже силикон. А мне пока что химии не надо, А я во сне живу, как наяву. Тебя бы к нам на северный, За МКАДом. Ты б вздохла сразу, А вот я живу. И хлеб жегло, И в мололя шарапа ухал. Ах, пырис, 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 Ты супер, ты рулён, Ты жгучая, как херес, Ты сладкая, как лёд, Ты вкусная, как херес, Без закуси с борта. Ах, пырис, пырис, пырис. Российская мечта. Патрас, патрас, патрас. Безусловно, человек, которому посвящается следующая песня, тоже велик. Просто он не может быть невелик. Это вообще... Это премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев. Чё тут говорить, только петь. Как-то я, значит, в ноябре попал в больничку, и он пришёл в эту больницу, представляете, в 67-ю городскую, да. Я лелеял слабую тайную надежду, что он пришёл ко мне, конечно. Поправить. Да, это... Типа, ну, не отошедший от наркоза мозг, знаете ли. Ну, я только километра два не дошёл до того корпуса, где я его ждал. Но вот такая песенка всё-таки явилась. Как-то раз лежу в больнице, одноногая и не быстро. Вдруг забегли сестрицы, в гости к нам премьер-министр. Дабы выразить участие, он заедет к главврачу. Мой сосед самолел от счастья и повторно сдал мочу. Набежало тут народу, стали драйти весь сетах. Сонитор Степан как воду пил Ц2Х5ОА. А прахтовок был в завязке, принял фенобарбитал. И на марлевых повязках Всен улыбки рисовал. Туалет отмыли чисто, потеряв всего двоих. Десять опытных чекистов закосили под больных. Пробрались в палату мирно, постояли на часах. И легли по стойке с пиром, с пулеметами в трусах. Вот и общество готово в коридоре топача. Для приветственного слова рот открыт у главврача. И заходит тут охрана, все на вышку стоят. Два палатных каракана, кто уже встали с нами в ряд. А вот и он костючек синий, да в бюджете есть дыра. Но жива еще Россия, мы в ответ ему ура. Он без нанотехнологий, мы в натуре, ну никак. Он заботы и тревоги, мы их не надо натощать. Он коррупцию как греку, мы ты только укажи. Ох, бывают недоделки, мы дал армии бомжи. И одели все, одели в санитарский банк затих. Траканы улетели, крылья выросли у них. Главный врач надзарит заплакал и сказал в ответ в его речь. Да заеду в ритм зарплату, мы костями готовы лечь. Нам бы лишь побольше грантов, и появится просвет. Тут же трио анклутантов спели песню о Москве. «Москва!» звонят глаголат. Он до целых советов речу дали на обед. Как хорошая премьера засорил с туалет. Все ушли в палаты рано, кушни праздничков прибрав. И вернулись тараканы, где-то крылья потеряв. Звонят коллаголы. Удивительное чувство национального самосознания. Знаете, когда в свое время, в девятом полном году, наши хобилии в Поршавеле, наши с телка с девушкой из высшего образования вышли, ночью почитать бодлера, как я понимаю. Налетели эти ажаны, понимаешь ли, скрутили девушек с высшим образованием. И вот неделю страну колбасило. Педагоги курил, оленеводы Сахалина, подмосковные хеятели, свекловодных обидели, с плакатами кричали. Наших обидель, наших Поршавелей, да мы за наших пасть порвем глотку. Ну, потом Франции газ перекрыли, Франция звенила. Я тоже садил вокруг стола, скрипом, даешь? Я говорю, что тебе дать? Даешь? Я в рако обратил. И такой куршавельский вальсок. Есть несчастные, которые в Куршавеле, все ли, есть среди нас такие несчастные? Правильно, сюда. Хватит, ну как там? Хорошо. Да, посвящается персональное господину Прохору, конечно. Бьется сердце в груди, еле-еле, И душа заплутала во вгле. Не бывало я, друзья, в Куршавеле, Значит, зря я живу на земле. Это не просто французский поселок, Это не просто деревня в горах, Это начало начал среди елок, У земли неетический ах. В Куршавеле и пьяно, и сыто, Из него не видать клымы, Там российская наша элита Отдыхает во борьбе чумы, Зажигают пополны ребята. А на поле тюрьма и с ума, А тому, как мы все азиаты, А тому, как нас слушает тьма. Ну а вдруг опустеют стаканы, И совсем не останется гор. Переедем мы в жаркие страны, Где над морем кричит прокурор. А пока капиталы на месте, А пока и здоровье ништяк, И Куршавель с Куршкаином вместе Щиплетку за зламурный цыцак. Бог пришла наша Дунька в Европу, И придет еще тысячи раз, И натянет Европе на пушку, Свой посмельно негнущийся глаз, И пройдет все преграды, И мели наш богемно-пуземный народ, И закончится в родном Куршавеле Свой последний вселенский поход. Зайдет она, товарищ Кельский, Запринитель новосчастья, И на обломках самовластия Напишут гордо Куршавель, Напишут гордо Куршавель. Совсем недавно пришли подружки к жене, Они так сели, Вишник, я так скромненько протулился где-то на крышке, И ничего не понимаю, Еще по-первых, не выпили уже 5 литров воды, И три зарелки отрубения. Я говорю, вы что, девушка? Они говорят, ничего не понимаешь, Дюкан, Дюкан, Фьер Дюкан, Французский диетолог, Все на Дюкане, мы на Дюкане, Месяц 50 килограмм, Далой. Я полез в интернет, Стал интересоваться, Что же это такое, Дюкан, Узнал много полезного, Винесера интересного, Что такое эффект йо-йо я узнал. Я раньше думал, Человек подходит к зеркву, Смотрит на себя, Говорит, йо-йо. Потом ночью, значит, Бьет калорийную водку, Закусывает батоном с майонезом, Утром подходит, Говорит, йо-йо. Оказывается, ну, примерно то же самое, Это быстрый набор веса После кратковременной потери. Ну и такая вот, а-ля Владимира Семеновича Высотки, значит такая дюканутая песенка появилась. Моя тут как-то учудила, Я, кстати, был тогда не пьян, Сказала, знаешь, что чудила, Мой идеал теперь дюкан, Мне жить с тобою ни с руки, Ты не влезаешь в ползунки, Которые носил в яслях и оглях. Я ей сказал, как у Орина, Иди, ищи себе масла. Она сказала, непременно, И ла-ла-ла, и бла-бла-бла. Короче, Господи, прости мне, Мост проели до костей, И в горле комом стало снять, Я стал худеть. Меня кормили отрубями, А если я их плохо ел, Она уйти грозилась к маме, О, как я этого хотел. Я днем худел, как в Мартикот, А ночью все наоборот, Поскольку ночью брал свою эффект йо-йо. Я через месяц обессилел, Забыл, когда с друзьями пил. Меня без всяческих усилий, С твой сняк по комнатам носил. Сказал себе я, задний ход на помощь, Надо звать народ. И я вернулся в экипаж, В родной гараж. Мы там худеем по дюкану, С утра стакан, в обед стакан. Под вечер режешь два стакана, И сразу похрен тот дюкан. Жить сразу стало веселее, Чтоб похудеть, побольше петь. И мы дюканем до утра. Ура, 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 ура. Ну и завершает сегодня эту страничку посвящение Владимиру Вольфовичу Ае Жириновскому. Чисто конкретно, лично, после того, как я в свое время 15 минут присутствовал на его первомайском митинге, на ступенях Большого театра, после чего Большой театр закрыли на реставрацию, то практически так и не открыли. Грузовик уехал на ступени Большого театра, на него внесли вождя, и все, вот, 15 минут, я слушал, пока кассы не открылись. Смотри, все, он не ушел, пришла песня. А в стране дураков, дураков не осталось. Все приехали к нам погулять, отдыхать. А у нас так всегда дать им надо и не осталось. А у нас все путем, только где он тут, вверх. Подтяжки в задох, в лоб и в стакан. Сам себе мой, сам себе план, в душу залез. Там темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, 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 ла-лай, ла-лай. В душу залез, там темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. А у нас гнём с огнём, а в падём, как без свечки. Согреваемся в стужу, а сухнем в воде. И вокруг мельки сшатого сновного человечки. И все меньше и меньше нормальных людей. Подтяжки в задох, в лоб и в стакан. Сам себе мой, сам себе план, в душу залез. Там темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. Ла-ла-ла-лай, ла-лай, 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 ла-лай. Вдоль шёл залез, там темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. А в страну у дураков дураки не вернутся. Им без наших теперь ни туда, ни сюда. И вздыхают массы, кудри и боми трублются. Не осталось в войне победить, как всегда. Подтяжки в задох, в лоб и в стакан. Сам себе мой, сам себе план, в душу залез. Там темный лес, в лесу дупло. В дупле тепло. Ла-ла-лай, ла-лай, 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 ла-лай. В душу залез, там темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ ПЕСНЯ Споют, как желтеют дожди и листопалы, Про тока гастры, пики крыш. Споют про Арбат и споют про Гренаду, И новенькую про Париж. Потом кто-то скажет, здесь тоже неплохо, Не лезет в глаза, это ты. И все разлетятся по разным эпохам, Чтобы ночью присниться с Марин. А та, что похожа на доброго гнома, Из кружки блеснет в костерок, И вспыхнет звездой Над тоскующим домом, Стрельнувшись в небес уголюк. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Палк-палк-огуречек, Загуречек-человечек, Он стоит, поддёрнув плечи, Но мы глядим в окно. И давно закончен вечер, И давно затихли речи, И таинственные предтечи Под столом уже давно. Чтобы не выросли печали, Чтобы черти не качали, Чтобы жены не ворчали, Пьём один лишь крепкий чай. И мота не укачала Чали в поясах причала, Где не чай раскачалась, Чья-то чистая печаль, Запятая точка-точка, Человечка-листочка, А под ним неровной строчкой, Хочешь верь, а хочешь нет. В результате в чахах билет Положили перец в чили, И в итоге получили Переперчевый обед. Что-то выросли печали, Видно, все черти накачали, Что-то все мы подустали, И печалям нет конца. Харафорились в начале, На кого-то все кричали, Все кого-то обличали, И остались без лица. Запятая точка-балка, Стародавняя качалка, Кресло бывшая качалка, Человечек под дождём. Вечер долг, век конечен, И таинственный предтечен, Всех забыл до новой встречи, До которой доживём. Не печальтесь о печали, Из печали мы скучали, И нечасто мы встречались, Чтоб закончилась она. А так сидим и не скучаем, Наливаясь крепким чаем, И приятно нас качаем, В нашей жизни глубина. А так сидим и не скучаем, Наливаясь крепким чаем, И печально нас качаем, В нашей жизни глубина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сколько ж вам исполнилось, милый друг, Что сегодня вспомнилось, как-то друг. Вот бокал наполнился кое-чем, Кто сегодня вспомнился и зачем. Из огня-то в полый ряд, столько лет, Вы живете вовремя или нет? У кого не спрашивай, все земаны, А во что окрашены ваши сны? Дни рождения странные, праздники, В них живут обманные сквозняки. Вроде только минуло двадцать лет, Думнуло и сгинуло. Нет как нет, а ни к чему по-прошлому, Слезы лить, лучше по-хорошему. Нынче жить, наливаем рюмочки по полотне, Закрываем форточки по полотне. Наливаем рюмочки по полотне, Сколько ж вам исполнилось? Закрываем форточки по полотне, Закрываем форточки по полотне. Ну кто же не знает про ударник и басистов? В ансамбле играли ударник и басист всю жизнь, всю жизнь не попадали. Ну никак, и решили они покончить с самоубийством, они зашли на самый высокий этаж самого высокого небоскреба, взялись за руки, сказали три-четыре, прыгнули и так, тадык. Смешно они. Не надо Николаевич, Николаевич хотел вспомнить Харфорд, не надо. Многих уже после нашего концерта не стало в этом маленьком американском городе. И ничего смотреть-то. Мне про букварь потом расскажу. Ладно, сейчас спою песню и углубимся изучать записки. А стойки в фильме на трехожей? Вот так, да? И все заблакали, и ушли сразу. Ну почему? Правда, садись. Ну ладно, тогда уже закончим. Нет, ответ будет. Ну ладно. В темной прихожей навешалки, в тёмной прихожей навешалки, В темной прихожей на вешенке Старое чье-то пальто И телефон словно бешеный И телефон словно бешеный Не умолкающий, бешеный Но не ответит никто И телефон словно бешеный И телефон словно бешеный Не умолкающий, бешеный Но не ответит никто Ветром колышется занавес Ветром колышется занавес Ветер доносит сквозь занавес Запах осенних цветов Ах, если б можно все заново Ах, если б можно все заново Вы захотели бы заново Ветром колышется А вкус дождями кончается Словно в линейку листов Многое в жизни прощается Что-то кому-то прощается Нам не простится ничто В темной прихожей В темной прихожей навешен Слава ночи. Слава ночи. А это Бог, чтоб хоть текла она из крана, А вот нет, видать, что верхний мой сосед Утопился, если брать размер потёка, Так и капает седьмой десяток лет. Может, с запада, а может, и с востока, Селебристой малой рыбкой его насть буйная порожила, Лишь торчат в трясине зыбкой дома потерянных крыла, И тик-так, тик-так, титаник, лёг на дно спокойно жить. Дамопиек всё манит, а манит, хочет переворожить. Дамопиек всё манит, а манит, как заманит, так обманит. Дамопиек всё манит, как заманит. Сигарета пальцы жжёт, в голове от тараканов тесно вода. Тихо капают хода, и жизнь течёт, А вода, она ни в чём, не виновата. Селебристой малой рыбкой юность буйная порожила, Лишь торчат в трясине зыбкой дома потерянных крыла, И тик-так, тик-так, будильник не захочет разбудить. Где ж дружок мой с обутыльных, чтоб напиться и забыть, Чтоб напиться, биться, биться, может, что-то и приснится. Нагорает сигарета, пальцы жжёт, Ногу в пепельнице бит тараканов. Спасибо немного, что находим себя. Мы читаем записки и опять всем по-друге. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ